Итак, просили показать много раз, как ремонтируются перья на хищниках. Вот, собственно, будем показывать. У нас сегодня ястреб Тювик, прибывший из Самары. Собственно, да, ты мой хороший, какое у него лицо нелепо. Это клобучок, чтобы птица меньше волновалась и ничего не видела вокруг. Вот, иностранцы все это делают под наркозом зачастую. Мы все это делаем на коленках, потому что наркозить птиц лишний раз я не люблю. Собственно, у нас есть вот такой вот залом на центральном рулевом перье. С таким заломом выпускать нельзя, потому что, да, естественно, перо не сможет держать нагрузку и сломается в природе. Нам такого не надо. Хищника можно выпускать, напомню, только в идеальном оперении, да. Вот, поэтому мы сейчас это будем ремонтировать с напереванием, так называемое, само на себя. Само на себя, это, соответственно, когда мы отрезаем кончик, вставляем туда несущую конструкцию вовнутрь и пришпиндюриваем обратно этот кончик. Так, все удобно в этом плане и замечательно. Почему? Потому что нам не надо искать донорские перья. Потому что, когда все обломано совсем, да, и у нас перо утрачено, то, соответственно, приходится находить перья доноров. Это либо линные перья, либо перья с патматериала, да, то есть с трупов. Чаще используются именно перья с патматериала, потому что линные, как правило, они достаточно сильно изношены. Вот, сейчас я буду, я не знаю, как я это все буду делать в одни руки, но мы сейчас попробуем сделать это так, чтобы было видно и никуда ничего не валилось. Так, у нас есть... Господи, сейчас бы не воткнуть это еще себе в руку. У нас есть... О, такая вот иголочка. Это иголочка от однокубового инсулинового шприца. Вот, собственно, она у нас хороша по размеру, именно потому что она маленькая, тоненькая, и не приведет к расщепу очина пера. Дальше нам нужно, собственно, отрезать окончательно. Это мой хирургический набор. Он же маникюрный. Ну, шучу, оперирую я, естественно, не им. Вот, а вот оперируем перья мы именно этим набором. Дальше мы берем вот это вот сломанное перо и не обрезая лишних бородок, потому что нам надо, чтобы перо было сопоставлено стык в стык. Так же, как и на здоровом перьях, все уже, как и на здоровых перьях, все бородки, они должны стыковаться друг с другом, поэтому если отрежем что-то лишнее, то оно не состыкуется. Вот, собственно, вот этот кончик мы сейчас будем наперивать, мазюкать клеем. Клей обычный, секундный. На самом деле, больше люблю гель, он меньше течет, но геля сейчас под рукой нет, наперивать надо, потому что иначе он это все согнет и доломает окончательно, и всем будет грустно. Так, сейчас мы этот кончик немножко кулюторно окунем в клей. Так, окунули, там даже капли целые не надо, там достаточно именно чуть-чуть окунуть в тюбик. и вставляем в очин. Очин, да, это вот эта вот длинная, несущая, толстая палочка, на которой крепятся бородки первого порядка. есть. Так, тадам, заготовочка у нас имеется. Дальше мы эту заготовочку будем втыкать обратно на ее родное место. Настолько длинная игла, она может привести к тому, что у нас расщепится очин, потому что это конец пера, естественно, очин здесь более тонкий, поэтому мы ее сейчас подрежем. Подрежем как-нибудь, чтобы это все не выстрелило и не улетело, и чтобы я это потом нашла, потому что кошки бродят, не хочу, чтобы в кошек воткнулся металл. Вот, собственно, у нас коротенькая штучка получилась. Дальше, чтобы все не приклеилось ко всему, мы берем кусочек салфетра... Так, а что я такой убогий-то отрезала? Ну-ка, побольше. Вот, мы берем кусочек салфеточки и это перо на всякий пожарный отделяем от других. Ястребу надо сказать спасибо и отдать все свои должные, потому что сидит он достаточно спокойно, пока что и не выпендривается, за что ему гран-мерси. Дальше самый ответственный момент. Втыкаем одно в другое, и чтобы это все еще не приклеилось к нам самим. Чувак, вот сейчас только не дергайся. Есть, 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 есть. Пошло дело. Есть. Так. Так. Все, потрясающе. Дальше, чтобы у нас сейчас ничего ни к чему не приклеилось, можно взять еще микрокапельку клея. Микрокапельку клея. Вот сюда наверх все. Вот этого более чем достаточно. Собственно, перо при таком варианте нагрузку держит. Проверено птицами, которые оставались, собственно, с отремонтированными перьями в вольерах на линьку, на полную, да, до следующего сезона, до следующего года. Вот. В принципе, держит даже на тех птицах, которые несут огроменную нагрузку на перья. То есть это, да, там, стрижи те же самые, например, которые огромное количество времени проводят именно в воздухе, в полете. Вот. Поэтому способ такой рабочий, используемый и сокольниками, начиная там с каких-то, да, чуть ли не древнерусских времен, потому что, ну, собственно, любое выключение хотя бы одного пера, оно ведет к нарушению аэродинамики, и, собственно, нагрузка не может нормально ложиться на всю поверхность хвоста или крыла. Вот. И, соответственно, хищник становится менее успешным в охоте. Это, во-первых, потому что он маневрировать нормально не может. И момент второй – это то, что соседние перья принимают нагрузку. Соответственно, в связи с этим, к сожалению, соседние перья за счет вот этого перераспределения нагрузки и перенагрузки, они начинают ломаться. Вот. То есть, в принципе, если вы выпускаете хищника с хотя бы одним сломанным пером, да, то, соответственно, это будет хищник с не одним сломанным пером уже где-то через неделю, а через месяц, в принципе, это птица, с которой уже не может полноценно летать и охотиться, потому что она ломает к чертям вообще все перья на месте, ну, рядом с местом бывшего одного травмированного. Вот. И вы получаете такую пешеходную птичку, которая, естественно, в природе погибает. Поэтому, ну, не стоит, да, если вы не специалист, напомню, да, не стоит заниматься реабилитацией хищников. Очень много нюансов за счет того, что это такая верхушка, верхнее звено пищевой цепочки, ну, как бы сложная. Сложная сложнее, чем какая-нибудь синичка, да. Все, что в природе может служить добычей, оно достаточно быстро и легко меняет перо. То есть, например, там та же самая, да, синичка, она отращивает утерянные, выдранные маховые рулевые перья, буквально, пока мы с вами лялякаем, как раз все сушится, буквально там за полторы недели. Голубь, да, тоже за счет того, что он в природе является добычей для многих, он легко расстается с перьями и легко их отращивает. То есть, голубю для, например, отращивания всего хвоста целиком, утраченного, да, всех рулевых перьев, ему достаточно всего где-то, ну, месяца, месяца-полуторами. У хищников линька только сезонная, то есть, соответственно, если они утратили, там, потеряли, да, рулевое перо или маховое перо, то оно отрастет не сразу после утраты, оно отрастет только в следующую линьку, следующая линька, линьку у нас раз в год. Вот, поэтому шансов у птицы с выпущенным, деформированным пером дожить до следующего сезона, они нулевые, если честно. Чек долбанутых. Сейчас. Портит кадр собака. Портит. Собака сказали, ты будешь портить кадр. А он ушел. Сейчас. Привет! Привет! Ты туда вот лети сразу, пожалуйста, чтобы от людей подальше, от всяких собак подальше. Туда. Понял? Сидит, трясет хвостом. Смотрит. Это без Francesа. Здесь любовь. Раз. Земель.